Очень со злыми намерениями выходит против своего оппонента. Вы его все знаете. Черт, он и так знает. Да, но мне кажется, я бы дал ему. Кто вступил в Кабаду в Фейстинг Фейдерс, каким бы он чертом не был. Наши руки не для скуки. Даже Бжипроспект, мне кажется, лучше, чем какой-либо турнир хардкора. Это ваша поддержка делает у нас надея поединке. Не забывайте об этом. Продолжаем болеть за спортсменом. Семь, семь, восемь. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Не только хорошо боксирую, но и жизнь людей улучшаю. Спасибо за вопрос. А вообще, обычно люди, мне кажется, делают чуть наоборот. Сначала идут боксеры, добиваются успеха, а потом депутаты попадают. Как так вышло, что у тебя наоборот получился путь? Ну, я люблю, да, основные вещи начинать задом наперед по жизни. Вот, я и депутат, я из благополучной семьи. Нет такого, что я жил в ауле, 15 километров ходил в школу, потом до тренировочного зала. Нет, у меня нормальные родители. Вот, и я ни в чем себе по жизни не отказывал. Спасибо им большое. Боксом занимаюсь для себя, по кайфу. Вот, всю жизнь боксирую. Товарищ шикбист сказал, что у меня трехлетний простой, но я добавлю, что я в этом дерьме больше 15 лет. Я много повидал и демонов, и чертей, и димонов. Вот, за свою карьеру. Поэтому для меня сегодня был обычный будничный день. Повторяю. Повторяю. Голос! Повторяю. Прекрасный поединок, но слишком тихо в зале. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, ау. Поприветствуем Крепыша Руслан! Твой подопечный отбился очень удачно. Ты, наверное, доволен? Да, я доволен. Ты не мой подопечный, ты мой, как бы, ну, друг, секундант. Мой спарринг-партнер, как бы, ну, это... Мне это не мейджер сказать, просто попросил за него, чтобы его выставить. Мне одобрили, я его привез, отсекундировал. Как бы, тренер не я, тренер, вот, Казбек Батербиев. Даня вот про этого парня, про Сашу сказал, что он теперь представитель некой команды «Хистинг Файтерс». Можешь рассказать? Да, мы создали команду «Хистинг Файтерс», у нас есть пару бойцов, которые хотят вступить в нашу команду еще, еще. Веселое, интересное название придумали так на ходу, вот, поэтому, кому интересно, пишите, нам, буду я рассматривать, и за вас уже договариваться. Чтобы вступить в команду «Хистинг Файтерс». Наши руки, они для скуки. Понимаю, это некое сообщество людей с опасными кулаками? Да-да, ну, я это не сказал, потому что опасно, наоборот. Очень доброе, дружелюбное. Вот он, хотел показать просто зрелищный бой, хотел показать красивый бой. «Хистинг Файтерс» вперед! Вот он, «Хистинг Файтерс» вперед! Это мой секундант, попрошу, пожалуйста, своего секунданта ко мне. Это мой секундант, Емеля. Ну, вы его все знаете, его не надо представлять, да, как бы, ну, можно. Я за него упрашивал не один раз, чтобы его взяли. Он, 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 сначала еще отзывов, что-то сопротивлялся. Думал, хочу, не хочу, потом захотел я сразу. Он хочет, и все. Сегодня, по крайней мере, в одном из поединков, друг напротив другу, но в качестве секундантов, были Олег Фомичев и Игорь Ионов. А почему стердаун устроили? Слушай, у них уже был стердаун, и, по-моему, даже не один, еще будут вестись работы. Сколько я знаю, они должны пойти на «Спорт-24», там посидеть, пообщаться, можно, считай, заанонсировать. Это будет очень интересный выпуск, по крайней мере, я на это рассчитываю. Поединок, который проходил, где они были секундантами друг напротив друга, я не знал, что так будет. Был для меня изначально самым интересным, потому что мастер-порт международного класса против перворазрядника, но от Эмели. И я видел видео боев этого перворазрядника. Жал ему руку вначале и понял сразу же, еще до самого турнира, что там очень серьезная деревенская дура спрятана. Работа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть победитель единогласным решением суда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но так получилось, что я практически рядом с твоим углом стоял и видел твою реакцию. Казалось, ты прям сильно удивлен был, потому что тебе руку подняли и не ожидал этого. Можешь про это рассказать? Да, возможно, просто бой со стороны не видел. Так первые впечатления были почему-то, что проиграл. Не знаю, оказалось, что он более точнее, более маневреннее был. Как-то так. Ты много жестикулировал, много его подстегивал. Это как бы тактика твоя или у тебя просто характер такой ты так все время делаешь? Характер такой. Я хотел порубиться, а не велосипедом заниматься. Не хотел бегать, хотел встал, встать и драться. Ну, я понимаю его, у него другая тактика. У меня одна у него. Повоксировать у меня, выйти, переехать. Как-то так. Ничего личного, просто спорт. Подстегнуть его, так сказать, на эмоции, чтобы бой был чуть-чуть подкрытий. А так все четко. Олег, какие у тебя вообще эмоции от сегодняшнего турнира? Ты сегодня многократный секундант вообще у многих ребят. Как тебе вообще по эмоциям? Я всех приветствую. Ну, как всегда, Тупдок, ну, уже он с каждым разом только лучше и лучше становится. Даже уже Проспект, мне кажется, лучше, чем какой-либо турнир хардкора, стадионного. Именно Проспект. Поэтому, что тут говорить. Все очень круто. Ну, все на высшем уровне, вот. Секундировал я сегодня четыре пары. Это вот Леха Сидоренко. Это мой друг детства. Я рад был посодействовать тому, что он выступил сегодня. Вторая пара – это воспитанник моего друга. А две остальные пары, четвертая и шестая, честно говоря, лично парня не знал. Вот. Но обратились за помощью. Ну, естественно, конечно, я не мог отказать. У тебя у самого уже довольно скоро бой. Уже начал подготовку активную или еще пока нет? Да, я скажу честно, я готовился на 22-е число, потому что я думал, что будет бой 22-го июня. И, как бы, я уже 5 килограмм согнал. Ну, и, как бы, ну, я, в принципе, человек, что там говорить. Я всегда в зале. Это единственная, как бы, моя работа, мой заработок. Поэтому я всегда на стрёме, всегда готов подраться. Я сейчас к Данюру Биску подходил. Он мне сказал, что ты в каком-то разговоре ему упомянул, будто бы ты никогда таким злым не был, вот как сейчас перед боем с Игорем. Это правда? А с Фомичом, вот я недавно по телефону разговаривал. Он говорит, что у него первый раз в жизни такое, что он очень со злыми намерениями выходит против своего оппонента. Поэтому это для меня самый ожидаемый и самый интересный кулачный поединок, ну, прошедших лет и грядущих. Я не так выразился. Я сказал, у меня никогда такого личного не было к человеку, потому что я считаю, ну, я Игоря знаю достаточно давно уже. Мы с ним и по боксу встречались, и там, и там, и на сборах вместе были. И между нами никаких конфликтов не происходило. Ну, обычное такое общение дружеское, да? А тут, как он увидел камеры, попал в телевизор, мне кажется, он в себя просто поверил. И его надули, я считаю. И он этим пользуется, набрал свою фанатскую зону. И за счет этого он стал, ну, лишнего себе позволять, в мою сторону, я считаю. Поэтому такие вот дела. И поэтому, я считаю, по отношению ко мне, он перегнул палку, и к нему у меня определенно неприязнь. Вот и все. А было такое, что сегодня как-то не по себе маленько было находиться в одном помещении, потому что много сегодня доводилось действительно рядом находиться? Да нет, он когда меня увидел, он, я сидел, он ко мне подошел, протянул руку. Ну, я ему тоже протянул руку. Каким бы он чертом ни был, ну, пришлось. Ну, я просто привык так, если человек тянет руку, надо ему взаимностью ответить. Вот и все. А то, что он, ну, усатый черт, он и так знает. Вот и все. Я сегодня, когда тебя увидел в Орле, я немного удивился, потому что я думал, что тебя пригласят, честно говоря, в Екатеринбург. Потому что завтра там Гаджи дерется. Ну, ты смотреть будешь вообще? Как понять буду. Я через час у меня поезд на Москву. Все-таки, да. И в 10 утра у меня самолет на Екатеринбург. Просто единственный город это Екатеринбург, который я полюбил себе сердцем и душой, куда я хочу переехать жить. И меня там ребята встретят местные, с командой Архагел, Михаила. Я очень рад, что нас судьба свела, меня с ними судьба свела. И я, честно, очень рад попасть туда вновь и вновь. Не буду вживую смотреть турнир. Дань, какие эмоции от турнира? Хорошие. Хорошие проспекты вообще приятно. Вести все быстро, хоп-хоп, в атмосфере в такой доброй. Поэтому хороший проспект. Мне понравился бы. Начался вообще прекрасно. И закончился, я считаю, тоже хорошим. Вообще все бои были интересны. Не было чего-то такого, что ждешь, когда закончится. Поединки были интересные. Я вот в Питеррубе, когда был на турнире, встретил там Эмиля Бахшеева. И спросил его о той истории. Ну, вот ты рассказывал по поводу того, что вы с ним когда-то встретились впервые на стрелке. Но до поры до времени этого не знали. Вот я к нему подошел, спросил, типа, каким ты запомнил по тому дню, по тому моменту Даню Рэгбиста. Даня Рэгбист, блин, сумасшедшего психа, который вырубал налево и направо своими кувалдами. Мне кажется, он туда два раза больше был еще, с короткой стрижкой, имидж был совсем другой. У него просто был размах от Москвы до Питера. А просто размахивался, сжимал свою кувалду и бил просто, ну, куда попадет. Когда попадал, людей он ронял. Я смотрел, я смотрел. А, ты видел, да, то есть, что он сказал? Ну, тебе понравилась, да, вот эта формулировка? Да, мне понравилась. Мне кажется, вот она сегодня была воплощена уже другим человеком. Мне понравилась эта формулировка, нравится, что такое впечатление производил. И уже начал задумываться, может, в том же стиле начать драться. И не пытаться что-то там научить, а вернуться вот к старым. Каким-то истокам. И Эмиль Бахшеев, это он мне рассказал, что это, оказывается, был он тогда. Ну, вот он вот видео, где мое самое первое выступление. Прикольно, шо. Я говорю, жизнь — это матрица. А у тебя часто бывает, что вспоминаешь вообще то время? Да, наверное, да. Бывают у меня вечера, смотрю на какие-то свои выступления, прошлые, молодые. Ну, этот поединок уже конкретно не пересматривал, я его еще в те времена за дыр. Когда последний раз вот смотрел, не так давно это было, уже, кажется, другого человека начал видеть, что, ну, типа, думаю, фига, тип какой. Ну, уже не могу прям себя отчетливо вспомнить в этот момент. Поэтому уже как на другого человека начал смотреть вот сейчас. Ну, микрофон тебе тогда не особо нравился, как будто бы? Не то, чтобы он мне не особо нравился, хотя да, не так у меня складно получалось на нем работать, скажем так, отрабатывать. Но я тогда не хотел говорить просто, типа, потому что считал, что я еще слишком мало чего продемонстрировал, чтобы на себя какое-то слово брать. Поэтому я старался поменьше вообще с этим микрофоном взаимодействовать. Есть такой расхожий вопрос. А вот если бы ты с той версией регбиста мог сейчас пообщаться, что бы сказал, может, посоветовал? Предостерег. Интересный вопрос. Я еще думал, что было бы, если бы я дрался с вот той вот молодой версией регбиста. Ой, это классный вопрос. Да, но мне кажется, я бы дал ему. Потому что я знаю, какие у него там ошибки были. Чем бы предостерег? Да вот этой вот своей, наверное, темой, любимой, что не стоит слишком сильно доверять людям, слишком близких подпускать. И что держи друга близко, а врага еще ближе. Вот этому бы я сказал, наверное. Хотел спросить еще про Гаджи Автомата. У него завтра бой. Вообще, какие эмоции? С какими эмоциями ждешь его возвращения? Я хочу, чтобы у него все получилось. И я поеду вот сейчас. Насколько не отпускает меня ремесло. Я сейчас отсюда стартую на поезде. Это я уже неделю прошел после Питера. Можно поныть немного. Сюда вот ехал. И сейчас я на поезде еду. Из поезда сразу же самолет. А с самолета сразу же захожу на РСС. И эмоции у меня. Хочу, чтобы у Гаджи все получилось. Чтобы он сейчас вышел победителем. И был интерес в дальнейшем наблюдать на возможные противостояния с ним, которые планируются. По идее, примерно вот плюс-минус в эти минуты Денис Погодин будет с Тимуром Никулиным драться. Мне надо сейчас это успеть посмотреть точно. Еще прямо в эти минуты будет драться Денис Погодин с Тимуром Никулиным, Павел Шелестом, Донателло. Еще завтра помимо, мы поговорили про Гаджи, там еще будет драться и наш чемпион Наим Самурай Давудов. И это непростой бой. Он чем, ну, ближе к делу вызывает опасения. Мачета вообще хороший парень. Я так посмотрел, как он общается, что говорит. И поеду поддерживать его, а Наим Самурай. А по поводу бой Дениса Погодина, мне кажется, это будет очень интересный поединок. И очень конкурентный. Не знаю, там списывают Тимур. Тимура тоже смотрел Никулиным. Вообще хорошо, молодец. Говорит правильные вещи. Надо это, ну, признать то, что на сегодняшний момент среди качества и драки Топ Док на первом месте. Но будет интересно, будет интересно посмотреть. А какая имя? Да, в принципе, я закончил мысль. Какая часть его слов тебя так зацепила в положительном смысле? Слушай, я в самом начале выкупал, какой он на самом деле человек. И что он думает на самом деле, что это не то, что он произносит. Сейчас он стал больше озвучивать свои мысли, а не просто какие-то роли отыгрывать. И, ну, во-первых, то, что он признает и понимает, что Топ Док это номер один. Особенно в плане качества поединков. А другой, он здраво оценивает уровень и свой, и на данный момент мой. Поэтому считаю, что вот в этих вещах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...